В начале еженедельного совещания 3 августа глава администрации Игорь Ральников еще раз поблагодарил всех, кто принял участие в субботнике в парке Белинского, который был проведен 1 августа, и поручил ответственным предприятиям в ближайшие дни завершить вывоз порубочных остатков. Территория должна быть полностью расчищена, чтобы дать возможность спецтехнике начать работы по выкорчевыванию пней. После этого в парк зайдет подрядная организация и начнет благоустройство, уточнил глава. Напомним, что Буй стал участником федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества», которая рассчитана на 2019-2024 годы. По этой программе город получит 5 миллионов федеральных средств, что позволит привести территорию парка в благоустроенное состояние. По теме благоустройства города обсудили и асфальтирование улицы Парижской коммуны, прилегающей к парку Белинского. Работы на этой неделе будут полностью завершены, в связи с чем Игорь Ральников попросил организовать их приемку общественно-муниципальной комиссией. На контроле главы администрации график работы общественного транспорта. Директор АТП Михаил Бельков доложил, что предприятие готово внести изменения в график движения, увеличив количество автобусных рейсов. Информация об этом будет доведена до жителей. На планерке обсуждался и вопрос соблюдения пассажирами масочного режима, который в Буэнии отменен. Однако маски носят единицы пассажиров и не все покупатели в магазинах. Администрация города напоминает гражданам о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Кондуктор в автобусе, продавец и кассир в магазине вправе требовать это от клиентов. На прошлой неделе в Буэе было зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом. Все у граждан, которые выезжали в другие регионы, в том числе в город Адлер. Соблюдение двухнедельного карантина предписано сейчас только вернувшимся из-за границы. Те, кто побывал в других областях, карантин не обязаны соблюдать. Но эти люди могут быть носителями вируса. В целях профилактики заражения инфекцией и предписываются требования ношения масок и социальной дистанции. По медицинской статистике, коронавирус легче переносит или вообще не заболевает даже при контакте с больными те граждане, которые привиты от гриппа. В скором времени начнется сезонная вакцинация от гриппа. Привить планируется большее, чем обычно число буевлян – порядка 60% населения города. Игорь Ральников озвучил, что с 3 августа купальный сезон в Буе официально закрыт, но рейды на городской пляж и по берегам рек будут продолжаться. Глава также ознакомился с оперативной обстановкой и аварийной ситуацией. По информации начальника межмуниципального отдела МВД России Буйский Дмитрия Третьякова, за неделю было зарегистрировано 123 обращения граждан. Из них о происшествиях 41, в том числе 10 краж, 15 фактов причинения телесных повреждений, 7 некриминальных смертей, 4 ДТП, 3 факта мошенничества. Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть предельно внимательными и ни при каких обстоятельствах не сообщать звонящим данные банковских карт, все сомнения разрешать при личном звонке в банк. По административной практике составлено 206 протоколов. За появлением в нетрезвом виде и распитие спиртных напитков в общественных местах – 39, по линии ГИБДД – 123. Задержан один пьяный водитель. По сообщению предприятия «Тепловодоканал» на прошлой неделе, в работе на подачу горячей воды были две котельные – первая квартальная и котельная химзавода. Сегодня будет растоплена котельная ЦРБ. С 10 по 18 августа включительно. Будет планово остановлена первая квартальная котельная. В домах, относящихся к ней, не будет горячего водоснабжения. С 17 по 27 августа включительно. Будет планово остановлена котельная химзавода. Также с прекращением подачи горячей воды. Глава Игорь Ральников напомнил ресурсоснабжающей организации и управляющим компаниям о необходимости дополнительного информирования граждан на досках объявлений в многоквартирных домах об отключении горячего водоснабжения. По НФС цветность воды в реке составляет 165 градусов. В город подается вода – 113 градусов цветности. В аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании «Вира» поступило 47 заявок. Все выполнены. Проводится промывка и опрессовка систем отопления в многоквартирных домах. Сдано порядка 90, а это 70% паспортов готовности к зиме. По работе с должниками направлено 43 претензии на сумму 307 тысяч рублей. От службы судебных приставов поступило 70 тысяч. В аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании «РЭК» поступило 3 заявки. Все выполнены. В обслуживаемых домах ведутся ремонты. Промыто 9 домов. Сдано 72 паспорта готовности к зиме. Должникам направлено 3 претензии на сумму 44 тысячи рублей. Традиционно глава уделяет особое внимание летней оздоровительной компании в городе и ремонтам образовательных организаций. Здания учреждений и образования подготавливаются к новому учебному году. Системы промыты в семи организациях. Это четыре детских сада, две школы и центр «Уникум». В «Уникуме» и в Доме детского творчества работают разновозрастные отряды численностью по 30 человек. 90 детей посещают лагерь в школе номер 2. В детских садах работает 47 дежурных групп, которые посещают 440 детей. Юные буявляне продолжают заниматься в разновозрастных отрядах и в учреждениях культуры, во Дворце культуры и в Доме ремесел. 8 августа в два потока во избежание скопления людей на стадионе «Спартак» пройдет День физкультурника. 5 августа состоится турнир по дворовому футболу. По данным Буйской ЦРБ, всего в этом сезоне 266 человек обратились с укусами и клещами. В городе цифры следующие – это 66 взрослых и 19 детей, в районе 189 взрослых – 45 детей, остальные – приезжие на отдых. Из обследованных клещей 12 оказались больными баралиозом. Укушенные ими люди не заразились. На балансе города находится 114 питьевых колодцев, часть из них отремонтирована. Те, которыми не пользуются, будут ликвидированы. Для этого глава поручил провести инвентаризацию и распространить информацию для населения. По поручению главы администрации Игоря Ральникова начато обследование уличного освещения. Глава напомнил о необходимости продолжать окосы травы, отсыпку дорог, уборку песчаных коз с проезжей части. На этой неделе в Буй привезут пять контейнеров под крупногабаритные отходы. Места их установки определены. В городе созданы инициативные группы, которые предложат к реализации проекты по программе «Народный бюджет». Игорь Ральников поручил оказывать гражданам необходимую помощь при разработке проектов, в том числе в определении их сметной стоимости.